Всем привет! Сегодня я вам буду показывать, как можно сделать салат из тунца. Нет, не из тунца, а с тунцом, который я полюбила в кафе Ландвер. Салат очень простенький, сегодня я приготовила его нам на ужин. И вот решила поделиться с вами его таким маленьким и легким рецептиком. На порту для двоих мне понадобилось 3 вареные картошки и 1 вареное яйцо вкрутую, листья салата, штук так 8, самого обыкновенного салата, стручковая фасоль зеленая замороженная, 20 оливок, которые я избавила от косточки, 1 тунец из баночки с маслом, из-под масла, масло все выжать, 1 репчатый фиолетовый лук и 4 соленых огурчика. У меня было только 2, но желательно 4. Я беру вот такую вот круглую щетку, которую купила на iHerb, она называется Full Circle, и ей промываю всю картошку, перед тем, как я буду варить, потому что я картошку буду варить в мундире, и потом этот мундир не буду снимать, вместе с ним буду резать, потом обжаривать и все так вот именно класть в салат, поэтому картошку важно очень хорошо-хорошо промыть. Кстати, не только картошку, я также мою яйцо, и его также кладу и буду варить вместе с картошкой. Пока моя картошка и яйцо варятся, я беру салат, я очень-очень тщательно его промываю, потому что он был весь в песке, я его мыла очень долго и очень тщательно, потому что я не люблю, когда песок немножко попадает в салат, и просто начинаю его нарезать. Я люблю нарезать салат относительно мелко, вы нарезайте, в принципе, как вы хотите. Еще хотела вам сказать, что вообще в оригинальном рецепте есть листья салата рокколо, но я этого не добавляла, потому что я не люблю вообще рокколо, если честно, и поэтому я не добавляла. Беру большую такую миску-пиалку и пересыпляю туда весь салат, что я нарезала, и начинаю добавлять оливки, которые уже... Кстати, оливки должны быть черными. Черные оливки, которые очищены от косточки, или вы можете уже купить оливки просто, чтобы они были без косточки. Беру лук и нарезаю его тоненькими-тоненькими колечками, и начинаю добавлять его потихонечку в нашу пиалку с салатом и с оливками. И колечки, знаете, так стараюсь их разделять, чтобы как бы... Ну, они были тоненькими, не целой луковицы, а вот так вот аккуратненько и тоненько. Берем наше яйцо, которое сварилось, крутую, очистим его и нарезаем его тоже кружочками, точно такими же, как мы нарезали наш лук. Берем наши огурчики и режем их маленькими кубиками, примерно так же, как мы делаем это в мясной салат. Каждый по своей величине выберет сам для себя. И все это дело вместе добавляем в нашу миску. Берем тунец из баночки, от которого мы отжали все масло, и аккуратненько его переворачиваем в нашу миску. Можно также, знаете, из оригинальной баночки. Это я так просто выложила вам показать. Потом берем нашу стручковую фасоль, отвариваем ее буквально минут 5. На упаковке на ее написано, сколько времени ее нужно варить для ее готовности. И также добавляем в нашу миску с совсем уже готовым салатом. Теперь приступаем к картошке. Она сварилась почти полностью. Мы ее режем на такие, знаете, кубики. Не мелкие кубики, а такие хорошие кубики. Берем кастрюльку или сковородку, добавляем оливковое масло. И всю нашу картошку бросаем туда. И хорошенечко обжариваем. Ну, я люблю так хорошенечко, хорошо обжарила. И теперь солим такой крупной-крупной солью, столовой солью. И добавляем нашу готовую картошку также к нашему салату. И все, на этом наш салат готов. Я не добавляю ни дополнительную соль, ни дополнительный перец. Каждому кладу в тарелку. И каждый добавляет себе, потому что ему хочется, по его вкусовым качествам. Вообще мы, если честно, так и ничего не добавляли, так и ели его. Ну что, на этом был весь салат. На самом деле он очень простой и быстрый к приготовлению. Если же вы отважитесь все-таки его сделать, то обязательно делитесь со мной фотками на инстаграме. Мне будет очень интересно посмотреть, как у вас вышло и понравилась ли вам моя интерпретация этого салата. Я вам желаю приятного аппетита!